А сколько браков чеченцев с чеченками распадаются? Имам, который дозволяет или запрещает брак, руководствуясь национальностью, является недалеким. Ты же не скажешь, что чеченский брак сегодня креп. Тумсо, есть ли разница между западной и восточной Чечнёй? Тумсо, ассалам алейкум. Желаю всего наилучшего. Объясни, пожалуйста, как ты можешь быть против браков чеченок с мусульманами других наций, если это прямо противоречит догме ислама и сунни, стиль кара? Да. Ну нет, на самом деле это же далеко не однозначный вопрос. И если бы это противоречило сунни, как ты говоришь, то ученые, имамы Агарю Сунна не говорили бы и не были бы сторонниками этого мнения. Там, когда ты смотришь высказывания ученых по этому поводу, то ты иногда встречаешь даже такие, которые тебя в какой-то шок даже вергают. Когда я, например, увидел высказывание Ибн Таймия на эту тему, Ибн Таймия был сторонником того, что даже брак арабки с неарабом, хорайшитки с нехорайшитом, хашемитки с нехашемитом недействителен. Он считал, что он не просто нежелателен там или даже не то, чтобы нежелательный, а он не был просто сторонником того, чтобы лучше выдавать арабку за араба, хорайшитку за хорайшита, богатую за богатого. Нет. А он говорил, что если ты выдал богатую за бедного, хорайшитку за нехорайшита, арабку за неараба, то брак недействителен, вообще аннулируется. Он недействителен. Это вообще как бы очень жесткое мнение, которое меня лично сильно удивило. Понятно, что я не придерживаюсь этого мнения. Здесь не надо на это смотреть так прям радикально, что вот вопрос женитьбы, это вопрос индивидуальный. Никто никого не обязывает выдавать за первого встречного. Нет такого шариата в исламе. Поэтому Вали имеет право на выбор, имеет право из тех или иных соображений там не выдавать. Проблема возникает там, где этот Вали, руководствуясь националистическими какими-то взглядами, взглядами фашистскими, когда он считает свое происхождение, свой народ считает выше другого. И из этих соображений, если он не выдает, вот здесь эта проблема. Но если этот Вали руководствуется какими-то практичными вещами, практическими, когда он, допустим, руководствуется тем, что Чеченка, например, если он ее выдаст замуж за китайца, то она просто, каким бы мусульманином хорошим он ни был, у него есть родственники, семья там, и это совершенно другая культура. И он руководствуется тем, что выдав ее туда, возможно, этот брак распадется, он будет непрочным. И на этом основании он, допустим, отказывает, то к нему нет никаких претензий. Он поступил правильно, он поступил дальновидно. Из соображений, пользы и вреда, счастья для своей дочери, сестры и так далее. Поэтому здесь нет никаких проблем. Наоборот, проблема есть там, где люди пытаются обязать кого-то, выдавать там за первого встречного. Просто пришел, так ты молишься, постишься, закат выплачиваешь, все, значит, я не могу тебе отказать. Но кто это говорит? Конечно, ты можешь. Там очень много таких вопросов, как достаток этого человека, насколько он обеспечен, насколько он в состоянии обеспечить твою дочь, твою сестру. Это ведь тоже индивидуальные моменты, понимаете? У кого-то запросы маленькие. Если, например, среднестатистический или бедный человек, то воспитанная в твоей семье дочь или сестра, у нее и запросы будут небольшие. Но, допустим, если она выросла в богатой семье, ей обеспечивали ее всем необходимым, она, говоря простым языком, избалована, то если ты выдашь ее за среднестатистического или бедного человека, понятно, что у нее запросы будут сохраняться, а он обеспечить ее не сможет, обеспечить эти запросы. И, скорее всего, этот брак недолговечен, он очень быстро распадется именно из-за этого вопроса. И поэтому, когда такой человек, бедный мусульманин, например, пришел к Вали, и он из соображений, из призгливости к нему, не из-за того, что он считает, что этот народ, он какой-то там недостойный, а мы вот круче по своему происхождению. А он, видя вот эту вот элементарную причину, он не выдает, он отказывает. В этом нет никаких проблем. А сколько браков чеченцев с чеченками распадаются? Имам, который дозволяет или запрещает брак, руководствуясь национальностью, является недалеким. Ты же не скажешь, что чеченский брак сегодня крепок. Ни один брак не застрахован от того, чтобы распасться, но все-таки брак, который проходит внутри одной культурной традиционной среды, он менее подвержен распаду и по этой причине. То есть, если ко всем тем причинам, по которым браки распадаются, браки, заключенные внутри одной культурно-традиционной среды, если ко всем этим причинам прибавить еще и причину из-за неинтеграции, а это очень важный вопрос, то это уже больше риска. Вы понимаете, что когда ты выдаешь, допустим, возьмем классический пример, чеченка, и вот ко мне пришли два, допустим, человека, две семьи посвататься. Одна семья – это чеченцы, вторая семья – это, например, японцы, условно. И вот у меня выбор. Я понимаю, что и здесь у меня есть как бы риск. Они абсолютно, допустим, идентичны. Представим, что этот хороший мусульманин, и там хороший мусульманин, и в плане достатка они одинаковые. И, в общем, во всем я доволен и тем, и тем. И вот здесь у меня есть риски, значит, что здесь с характерами не сойдутся, что-то там пойдет не так, и они могут развестись. Здесь у меня те же самые риски, но плюс к этому у меня еще вопрос интеграции. Сможет ли интегрироваться моя дочь или сестра в эту семью, учитывая, что там совершенно другая культурно-традиционная среда? Ей нужно будет войти в эту тему, изучить язык, их нравы, их традиции, культуру. Все это нужно будет изучить. И примет ли она это, сможет ли она сделать. То есть у меня здесь эти риски увеличиваются. Поэтому в этой ситуации, конечно, я сделаю выбор в пользу вот этого брата из моего народа. Так как это для меня будет более безопаснее, чем вариант с братом из Японии. Что касается твоих слов про имамов, я бы был аккуратнее на твоем месте, так как это выдающиеся имамы, которые как раз из вот этих вот соображений, о которых я тебе говорю, они давали такие фетвы, целые материалы на эту тему писали. Понятно, что где-то есть более жесткое мнение, которое, допустим, как у Ибн Таймии, оно для меня тоже как бы перебор. Понятно, что жесткое. Но в целом мы не найдем вообще ни одного имама, который сказал бы то, что говоришь ты. Просто пришел первый встречный выдай, как бы у тебя нет вариантов. Такого никто никогда не говорил. Наоборот, в Али здесь имеет право выбора. И плюс еще важно мнение самой девушки. Это тоже очень важный момент. Но несмотря на это, я хочу сказать, что присутствуют межнациональные браки. Они все равно не в большом количестве, но они присутствуют. И если кто-то посчитал возможным и выдал за нашего брата из другого народа, никто не имеет права его порицать. Вот это я тоже противник этого. Несмотря на то, что мы сторонники выдавать внутри своего народа, в этой культурно-традиционной среде, но есть у нас и такие, кто пытается осудить того, кто выдал. Допустим, из-за наших братьев из Дагестана, из Грузии, из Ингушетии или Кабардино-Балкарии. Есть те, кто осуждают именно. Вот это тоже нельзя делать. Если этот Валий посчитал возможным выдать по какой-то причине, причины могут быть разные. Если он посчитал это возможным и выдал, никто не имеет права это осуждать. Он сделал то, что дозволил ему Всевышний Аллах. Никаких вопросов быть не может. В том числе, есть ли разница между западной и восточной Чечнёй? Смотря в каком плане, ты говоришь, у людей, проживающих от запада до востока, меняется диалект. Не так, что он поделён на две части, а он прямо на много частей поделён. То есть, чем восточнее будет один диалект, чуть менее восточнее другой, другой, другой. В общем, так меняется. Ландшафт одинаковый практически. Да и всё, в общем. Больше никакой разницы. Салам алейкум. Как всегда, не отвечаешь на мой вопрос. Если увидишь, скажи, почему наш город называется Грозный. Алейкум ассалам. Насколько мне известно, он называется так в честь той самой крепости, которую там построили во время покорения Кавказа, Чечни, в частности. Она была построена, возведена, по-моему, Ермоловым, и называлась она крепость Грозная. Возведена она была на месте нескольких чеченских сёл. То есть, там были сёла чеченские. Они были уничтожены, и на этом месте построена вот эта крепость. Затем крепость постепенно превратилась в город, так как там всё больше и больше людей начинали жить. Появился некий центр торговли, то есть рынок, базар. Ну и, соответственно, постепенно туда потянулись люди, и, в общем, крепость превратилась в город. Ну а город уже назовёшь же это город Грозная. Его переименовали как мужской род, город Грозный. Субтитры подогнал «Симон»